ВЫЗОВ ВОЧЕ ЖИТИЯ НОСИРОВА НАДЫШАЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ ИЗ-за ПОЖАРА В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ. С 6-го этажа из окна идёт дым. И он валит и валит из окна. И мужчина украл полтора миллиона рублей со своей работы. Это и не только прямо сейчас. Два человека пострадали в результате аварии на пересечении улиц Беломорская и Карагандинская. Там столкнулись автомобили Лады 14-й модели и Киа СИД. По предварительной версии, водитель последний, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил отечественный автомобиль. Удар был такой силы, что Лада даже опрокинулась на бок. Нафиса Минязова с места происшествия. По словам очевидцев, отечественный автомобиль ехал по главной дороге по улице Беломорская. На пересечении с Карагандинской его автомобиль на высокой скорости протаранил Киа СИД. Водитель Лады такого поворота событий не ожидал, поскольку был уверен, ему должны были уступить. И мчащуюся иномарку, говорит, он не видел. Молодой человек уверен в своей правоте. Я как поняла, водитель иномарки виноват. Поехали. Всего в больницу с различными травмами были госпитализированы два человека. Это водитель и пассажир отечественного автомобиля. Также в нем находился и ребенок. К счастью, он не пострадал. Водитель иномарки своей вины не отрицал. На вопрос, почему не уступил дорогу отечественному автомобилю, ответил честно. Машину не заметили. Сейчас автовладельцев ждет разбор в ГИБДД степень вины. Всех участников аварии автоинспекторы будут устанавливать после постановки окончательного диагноза пострадавшим. Материальный ущерб также будет необходимо подсчитать. Нафисами Нязва, Адель Малахметов, вызов 112. Отвлекся от дороги и спровоцировал серьезную аварию. Сегодня на проспекте Ибрагимова водитель Тойоты протаранил стоящие автомобили. Удар был очень сильный. Некоторые автомобили уже не подлежат восстановлению. Травму получил сам предполагаемый виновник. Айрат Назипов с подробностями. На большой скорости бешеный прислал мне, как говорится, в садильце. Несмотря на сильный удар, ни водитель Рено Логан, ни водитель Хюнде Гетц не пострадали. Куда больше досталось предполагаемому виновнику аварии. Мужчину госпитализировали, прибывавшие на место происшествия медики. У него даже подушка безопасности сработала. В руль, что ли, он, наверное, я не знаю. Я не эксперт, но мне показалось, что он под чем-то. Это во-первых. Во-вторых, он разговаривал по телефону, как установили полицию. ДТП произошло еще до пересечения с улицы Гагарина. По предварительной версии, Рено и Хюнде остановились в ожидании разрешающего сигнала светофора. Но выполнить поворот налево помешал Тойота Королла. Ее водитель снес стоящие машины. Был красный свет в стоячую машину. Поворачиваю, поворотник включил. И у меня даже, знаете, у меня даже жилеточка есть. Я все одела, как положено. Я загонопослушная. В результате аварии Рено и Тойота получили сильные повреждения и потеряли возможность передвигаться самостоятельно. Владелец французской иномарки уже не рассчитывает на восстановление своего автомобиля. Айрат Назип, Адель Малахметов, Вызов 112. На проспекте Победы дорогу не поделили Мазда и Газель. Легковушка получила удар в заднюю часть, когда пыталась перестроиться в соседний ряд, ближе к обочине, заехать на заправку. Участники аварии не пришли к единому мнению о виновнике и предпочли дождаться на месте сотрудников ГИБДД. Анна Городнова постаралась восстановить картину происшествия. Сижу просто, бам, прилетело, меня откинул, и все, я даже не понял ничего. Все ответственность за произошедшее владелец Мазгова изложил на водителя Газели. Мужчина пояснил, что фургон въехал в заднюю часть его автомобиля, когда он едва начал перестраиваться. Я вот ехал, хотел на заправку заехать, тут все по автобусу едут, едут, летят, я не могу даже заехать. И все, маленько начал тормозить и прилетело. Второй участник аварии заявил, что ехал по своей полосе на скорости 60 км в час. Легковушку на своей полосе заметил в последний момент. Двигался по крайней правой полосе, резко начал сворачиваться, заправку. Сотел в средней полосе, заехал на заправку. А он как-то коворот прекращал или... Нет. Учитывая, что никто из автомобилистов не признал свою вину, оба остались дожидаться автоинспекторов. При этом водитель легковушки уверен, что правда будет на его стороне, так как у него есть свидетель с видеорегистратором. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Гузов 112. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Гузов 11. В итоге хозяин отдал им около 60 тысяч рублей, но злоумышленники, прежде чем уйти, забили стариков обрезка металлической арматуры. Когда те перестали подавать признаки жизни, сбежали. 94-летняя пенсионерка впоследствии скончалась, а ее 93-летний супруг был госпитализирован в тяжелом состоянии и выжил. Во время задержания один из подозреваемых находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске у него дома обнаружено вещество, похожее на наркотик. Сегодня судебное заседание было отложено из-за замены адвоката одного из подсудимых. Дело рассмотрят 21 мая. 51-летнего казанца подозревает в истязании своего пасынка. По версии следствия, в марте этого года мужчина подошел к лежавшему на диване 13-летнему сыну сожительнице и, оскорбляя его, сдавил ладонью его лицо, а затем, схватив за волосы, сжал их. На следующий день, также будучи пьяным, предполагаемый злоумышленник принялся таскать подростка по квартире за уши и волосы на глазах у матери. Своё поведение мужчина объяснил тем, что мальчик, вернувшись из школы, отказался сразу же делать уроки и хотел отдохнуть. О произошедшем мальчику рассказал социальному работнику, после чего уголовное дело было возбуждено по признаку преступления, принесматриваемой статьей 117-й истязания несовершеннолетнего. Жильцы дома по улице Серова чуть не отравились угарным газом во время пожара в одной из квартир на шестом этаже. По предварительным данным, причинам возгорания могла стать непотушенная сигарета. В результате тушения затопило квартиры даже с соседнего подъезда. О последствиях пожара расскажет Альбин Минибаева. Морком еле-еле отошел, чуть-чуть. Тут вообще невозможно было дышать. Когда дым в проходах рассеялся, жители дома начали выходить на улицу. В квартирах попросту было трудно дышать. Неладные почувствовали соседи. Они же и вызвали огнеборцев. Оказалось, что очень вовремя. Там просто с шестого этажа из окна идет дым. Но он как бы такой не черный, но белый. Он валит и валит из окна. Ну вот мы посмотрели, посмотрели, с соседом посоветовались. Он говорит, надо вызывать. Там общежитие, дверь никто не открывает. Горела комната на шестом этаже. В момент возгорания дома никого не было. Поэтому пожарным, чтобы войти в помещение, пришлось выламывать дверь. Открытый огонь удалось ликвидировать за 15 минут. Предварительная причина происшествия, как предположили специалисты, непотушенная сигарета. Однако подошедшие жильцы комнаты были с ней не согласны. Сигарета, говорят, непотушенная, да, у вас была? Нет, это не сигарета. А что произошло? Не знаю. Что-то залетело, что ли. Как залетело? С улицы, имеете в виду? Может быть, да. Или электропроводка такого не может быть? Нет, электропроводка. Вон, свет же горит все целое. В результате тушения огня пострадали квартиры даже соседнего подъезда. А мы я на пятку дали, что в члене тушили. Все, просто не стекло. Жители рассказали, что их квартиры полностью затопило. Взыскивать материальный ущерб они собираются собственника горевшей квартиры после окончательного установления причины пожара. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112. Пожарный датчик спас от гибели семью инвалида. Этой ночью загорелся один из домов по улице Тбилисская. В районе 4 часов утра в жилище сработал датчик. Услышав вой сигнала, 87-летняя женщина не растерялась и затушила горящий матрас водой, который загорелся под спящим мужчиной от непотушенной сигареты. А потом перенесла своего неходящего сына-инвалида из комнаты в безопасное место. От пламени пострадал мужчина, который спал на загоревшемся матрасе. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Дом от пожара не пострадал. Он оборудован автономными пожарными извещателями, установленными в ходе президентской программы. Можно отметить, что за два года действия президентской программы, благодаря сработке пожарных извещателей, были спасены жизни 36 человек, в том числе 18 детей. Доказательства были неопровержимы. И на видеосъемке четко видно его лицо. В рамках операции «Нерес» сотрудники подразделения экономической безопасности задержали мужчину, который незаконно ловил сетями рыбу на особо охраняемой природной зоне реки Кама, около села Березовая Грива Алексеевского района. Его задержали. В лодке в сетях насчитали полицейские 47 разных видов рыб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Кроме этого, в середине мая сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан задержаны двое жителей Казани, которые в акватории реки Кама осуществляли незаконный лов рыбы с использованием надувной резиновой лодки и рыболовной сети длиной 120 метров. В ходе осмотра изъяты рыба, а также орудия лова. Все изъятое направлено на экспертизу. Полтора миллиона рублей пропали в одной из организаций «Зеленодольска», о чем руководство поспешило заявить в полицию. Деньги находились в холщовом, должным образом опечатанном мешке и пропали вместе с ним. Подозреваемого вычислили быстро. Задержанный 35-летний мужчина – один из работников этой организации. Свою вину он признал полностью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса России «Кража». В настоящее время в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова